История Урала в 20-е и 30-е годы, именно об этом периоде мы сегодня с вами будем говорить, даже еще если сузить эти хронологические рамки рубежа 20-х, 30-х, периода культурной революции так называемой. Это на самом деле время такого выхода Урала на авансцену всех социально-политических, экономических процессов в Советском Союзе, потому что этот период, кроме того, что это период культурной революции, но прежде всего это период первой пятилетки и период широкой индустриализации. Широкая индустриализация связана главным образом с развитием заводов, с их появлением новых заводов, с реорганизацией старых предприятий, модернизацией их новые на территории Урала и Сибири. Мы с вами сегодня об этом поговорим, потому что искусство, которое создается в этот период в советской стране, оно повествует как раз об этих процессах и о той индустриальной лихорадке, как еще ее называют, которая происходит на Урале. Один из поэтов этого времени, магнитогорский поэт Борис Ручьев, такой тоже поэт из рабочая косточка, который работал много в газетах, публицистическая такая была у него деятельность, и как раз во время строительства магнитогорска сам город появился в эти годы, не было вообще ничего на этом месте, а во время первой пятилетки здесь возник самый крупный металлургический комбинат в Советском Союзе, и, наверное, не знаю, там еще какая-то территория европейская, я думаю, вот, и за буквально 4 года был воздвигнут целый город. И вот в это время, во время строительства магнитогорска, в том числе и других городов на Урале, сюда приезжают большое количество художников, писателей, журналистов, поэтов. Борис Ручьев один из вот таких местных поэтов, и одно из ранних его стихотворений, в нем есть такая тоже символическая строчка о том, что сегодня страна мастерская. И действительно такое ощущение строительства нового мира, новой страны, новых городов, новых предприятий, нового вообще уклада всей жизни, оно витало в воздухе. И какой-то такой романтизированный аспект этой индустриализации, его нельзя, конечно, игнорировать, но и романтизировать сегодня тоже нужно с опаской, потому что результаты индустриализации были очень противоречивые. Тысячи людей погибло на этих безумных вообще стройках, преодолевая какие-то нечеловеческие условия жизни и труда. Но тем не менее, люди, которые отправляются в новые места, где нет ничего, это вот просто чистый лист. Степь в данном случае, это юг Челябинской области, уже ближе к границе с Казахстаном. И вот в этой степи они строят новый мир. В общем-то, чем не авангардные идеи, но приложены уже в реальности, в жизни, на практике. Однако вот этот аспект, как бы, опасности романтизации этого процесса дают и свидетельства иные, скажем таки, более личные, камерные, например, дневники известного писателя Михаила Пришвина. Он в это время тоже посещает Урал, посещает Свердловск тогда уже, ныне Екатеринбург. И он пишет очень-таки настороженные заметки о том, что происходит вокруг. И в одной из записей дневниковых мы находим вот такое размышление о том, что стремление вперед так огромное, что будущее становится реальнее настоящего. Ведь это верно, что инженер еще прошлый год здесь заблудился в лесу. Речь идет об Свердловске и о заводе Уралмаш крупнейшем. И теперь тут город, а лес стоит вдали. Но какой это лес, ведь он обречен, его завтра не будет. Этот лес почти не реальность. Зато вот механический цех, которого еще нет, он реален. Вот. И вот это вот состояние такого пограничного, оно пронизывает вообще, кажется, всю жизнь, всю жизнь страны и всю жизнь этого региона. Индустриализация, о которой я уже проговорила, вот в цифрах и фактах, если говорить, что называют индустриализацию еще такой новой колонизацией Урала, потому что население увеличилось почти вдвое. Причем в большинстве случаев это за счет переселенцев, за счет надсменов так называемых, которые приезжают на стройки, или за счет приезжих из деревни. И Большой Урал разрастается. Вот это вот география Урала, Большого Урала, который включает в себя территории нынешней Свердловской области, Челябинской, Пермской и, в общем, прилегающих территорий, даже Оренбургской. И несколько фотографий для того, чтобы вы представляли, как выглядит эта территория в эти годы. За 4 года перестраивается заново, возводятся каменные сооружения, строятся новые города и предприятия. Вот это первые землянки Уралмаша, как раз про тот самый лес, который вроде есть, и вроде его уже нет. И вот это, например, внизу фотография, то, каким Уралмаш стал буквально через пару лет. Это здание на площади первой пятилетки. Безусловно, вот эти вот экономические преобразования в стране даются нелегко. И для того, чтобы как-то оправдать это, легитимизировать вообще все те процессы, которые запущены в стране, и самым главным образом людей смотивировать, мобилизовать их на эти стройки, поехать, и вообще, чтобы они поняли, что это нужно и важно, призывают силы искусства. И художники становятся такими очень важными проводниками этих идей и самыми главными агитаторами и пропагандистами индустриализации. В города Урала и Сибири, в Урало-Кузбасский регион, где строятся заводы, отправляются целые бригады художников. Они отправляются для того, чтобы документировать стройку, документировать новую жизнь, заводы, новый быт, новых людей, которые, в общем-то, эти заводы строят. И, кроме того, разрабатывать новый язык социалистического пролетарского искусства. Каким должно быть искусство для этих людей, которые там работают, вообще их нужно увидеть, кто эти люди, кто строит эти заводы, кто эти самые пролетарии, которых в Москве, например, они, может быть, и не встречали никогда. Им нужно было, конечно же, отправиться непосредственно в эпицентр этих событий. И вот, начиная с 29-го года, уже активные вот эти вот так называемые культпоходы, эта практика начинает получать широкое распространение. Организуется специальное подразделение глав искусства при Наркомпросе, которое занимается массовыми контрактациями художников, нанимает их в буквальном смысле слова и отправляет, командирует. Вы едете туда, вы едете сюда и так далее, и так далее. Вот, причем все эти процессы, они достаточно регламентированы. Существуют документы, и, в общем-то, они, ну, они, какие-то части из них уже опубликованы, часть из них только, в общем-то, известны исследователям, о том, с какими установками отправляются художники, какие задачи ставятся перед ними, и что они должны, в общем, в ходе этих командировок выдать, как такой результат-продукт. И, на самом деле, на первых этапах, вот, когда только начинаются эти командировки, эти культпоходы, даже, в общем-то, те руководители, которые отправляют художников, не очень-то себе представляют хорошо, а что, собственно, они ждут в итоге, в результате. И после того, как одна, значит, неудачная такая экспедиция прошла, другая, то есть, ну, как-то художники предоставлены сами себе, то есть, они приезжают, ну, что-то вот они по, как бы, интуиции делают, какие-то эскизы, какие-то по старинке, значит, пейзажи этих территорий создают, и, в общем-то, возвращаются с этим, как бы, иллюстрируя большую стройку. Но это никого не удовлетворяет, потому что это не показывает той вот, как бы, пафосной и бодрой ноты, которая требовалась. Поэтому, в общем-то, те художники, которые привозят из своих командировок эскизы или какие-то наработки, они считаются, как, рассматриваются, как не выполнившие свою, в общем, командировку. Из своих поездок они должны были привозить несколько станковых произведений, законченных станковых произведений, тематических, там, портреты, индустриальные какие-то, значит, ландшафты или интерьеры. Но, тем не менее, это должно быть произведение уже осмысленное и законченное. Бригады состояли из трех-пяти человек в среднем, да, то есть это такая, как бы, группа, которая была достаточно для того, чтобы можно было мобильно передвигаться с одного города в другой, с одной площадки на другую, и в то же самое время можно было бы, ну, что-то работать и как-то вместе это обсуждать. Вот несколько произведений, которые созданы в этот период, уже, ну, тут чуть попозже, плюс-минус, в общем, начала 30-х годов, художниками, прибывающими на Урал, и художниками, которые, собственно, являются резидентами Урала, но тоже вовлекаются в эти процессы. Надо отметить, что ангажированием художников, контрактациями, так называемыми, занималась не только глав искусства, но это, в общем, традиция и как бы практика была уже известна и до этого, но не в таких грандиозных масштабах. Например, вот уже в 30-м году там уже несколько сотен художников командируются. Так вот, до этого командировки были и у Ахара, Ахар отправлял свои бригады, своих художников на какие-то предприятия, в колхозы для того, чтобы делать тематические выставки после этого. Ну, в общем, понятная цель. И существовал так называемый кооператив художник, всекохудожник, который, собственно, и занимался продвижением художников, заказами и какими-то, ну, какими-то такими прикладными вещами там, в общем, помогали устроиться художникам в жизни. И они тоже отправляли своих авторов, главным образом для того, чтобы потом делать массовую печатную продукцию, делать плакаты по мотивам этих поездок, или делать открытки, которые из Агиз печатал там тысячными тиражами. И это было, в общем-то, самый главный их результат труда, а не картины, станковые произведения, которые мы сейчас с вами видим. Вот строящийся Урал, заводы, новые города, новая архитектура, то, что попадает в прицел внимания этих художников. Грандиозный металлургический комбинат Магнитогорск. Вот, собственно, в процессе художник Петров несколько раз ездил в Магнитогорск. Или вот художник Лехт, такой, как бы, из предыдущего поколения, такой закалки, профессиональный художник, он несколько лет принципиально, вот как-то так, систематически посещает Березникет в Пермском крае. Огромный химический комбинат там строится на протяжении нескольких лет. И вот он создал больше там 100-200, ну, несколько сотен, в общем, произведений, которые показывают вообще всю летопись строительства. То есть это такая хроника реальной стройки и произведения его уже для нас являются скорее таким документом и каким-то публицистическим материалом, нежели там какие-то вот художественные все свойства и какие-то ценности. Они уходят на периферию, на второй план. Хотя, несмотря на то, что это потрясающие акварели, и здесь вообще не поспоришь. Вот эти две работы, это фотографии Березняков, чтобы вы тоже понимали, что это из себя представляют гасбольдеры, такие специальные сооружения для хранения газа. Ну, или вот здесь тоже эти цеха Березняков. Эти две работы из нашего собрания. У нас еще есть лех, но не все удастся показать. В 28-м году, в общем-то, Ахар существовал не только в Москве. У него была очень большая сеть филиалов. Сначала это была Ассоциация художников революционной России. В 28-м году они меняют свое название на Ассоциацию художников революции. Ну, в общем, от переменами отслагаемых не очень изменилась их суть. Но они политизировались, революционализировались. И в это время это одна из самых крупных художественных группировок в стране. Самая многочисленная и самая такая как бы властная, что ли. И в период конца 20-х, начала 30-х годов существовала на художественной сцене очень серьезная полемика между разными группировками. И на авансцену в эти годы выходит Ахар и объединение Октябрь. В общем-то, по сути, их программы очень похожи и близки, как ни странно. Но в практическом приложении они действуют немного параллельно. И вот эта борьба, скорее политическая борьба, чем художественная, которая разворачивается за власть, за какое-то доминирование вот в этой вот художественной программе и в этой художественной политике вообще всей страны. Так вот, Ахар, многие художники реалистического такого плана, они являются участниками этого объединения. И, соответственно, объединение им помогает вот в тех же самых контрактациях, выставках, продвижениях, публикации, работах в заказах и так далее. Так вот, у этого объединения было очень много подразделений в разных регионах. В том числе и на Урале было уральское отделение Ахар, которое, в общем-то, представляло из себя, ну, такую немногочисленную группировку художников из бывших. В основном такие реалистические, пейзажисты, ну, в общем, что-то такое не во времени, не революционное отнюдь. У них была выставка в 28-м году в Свердловске, которую крайне раскритиковали, потому что это были пейзажи, какие-то лирические портреты, в лучшем случае, какие-то церкви, что это такое вообще у нас стройка, у нас заводы, у нас вообще индустриализация круглые сутки. А вы, значит, занимаетесь какой-то совершенно ерундой, никому не нужно. Искусство должно, в общем-то, быть в ногу со временем, должно реагировать на то, что происходит. И они перестроились, и тоже подключаются к этим поездкам, ездят на заводы, отправляют своих художников в колхозы. И, в общем-то, точно так же, наравне с московскими, ленинградскими художниками, составляют изобригады. Вот в том числе художник Славнин, это один из таких интересных жанров интерьера. Если мы видели с вами какие-то пейзажи индустриальные, вот тут художник изображает цех реального производства и реальную машинерию. Но, тем не менее, как бы пейзажи, они вот существуют, и я хотела показать эти работы ради, скорее, даже имен этих художников. Штеренберг, Древен и многие другие бывшие, скажем так, авангардисты, которые еще недавно были в авангарде левых всех художественных течений. Они в конце 20-х годов, в начале 30-х, точно так же присоединяются к поездкам и посещают Свердловск и этот регион. Но работы, вот, например, Давида Штеренберга вообще не узнать. Художник, который знаменит своими такими плоскостными натюрмортами, коллажами, какими-то очень такими минималистичными и символичными произведениями. Вот, создает вполне такой, как бы, традиционный пейзаж. Но, несмотря на это, эта по живописи очень интересная и классная работа. Ну, Александр Древин, для него, как бы, такая экспрессионистическая нота сохраняется. И вот несколько пейзажей Урала в ходе этого времени создается. Очень много сюжетных композиций. Это мы уже с вами переходим к такому лексикону, что ли, к набору тем и жанров, которых художников интересуют, которые востребованы в это время и которые ожидаются от художников. Мы уже посмотрели индустриальные вот эти просторы, стройка, цеха внутри. Отдельные сюжетные такие композиции, они во многих случаях это просто такие постановочные, сконструированные, собранные сцены. Но вот в данном случае художника Покоржевского интересует что? Посмотрите, вот это карьер, высокогорский рудник, недалеко от Нижнего Тагила. И главная задача для художника было показать вот этот прогресс, внедрение новой техники на старые производства. И в данном случае внедрение экскаваторов, которые символизируют вот это вот самое новое время. Или вот этих отбойных молотков, которыми орудуют рабочие на первом плане. В противовес киркам прошлого или вот этому гужевому транспорту, который до сих пор еще сохраняется. Но мы можем увидеть, во-первых, даже сам контраст по масштабу, насколько грандиозен и с какой любовью прописан этот экскаватор. И он действительно выведен на главный, в общем, первый план наравне с рабочими. То есть он вот один, или они, или рабочие наравне с экскаватором, такие создатели этого нового технического мира. Эти две работы я хотела вам показать как пример вот такого неоднозначного вообще с художественной точки зрения явления. В общем, принято считать, что уже в этот период только, если это ахаровцы, например, то это вот такой уже соцреализм вполне себе зрелый. Ну вот они ездят реалистически, изображают пропагандистские какие-то вещи. Но на самом деле, во-первых, не только ахаровцы ездят на Урал, но и другие художники других объединений, представители других каких-то таких сообществ и другой, соответственно, такой эстетической программы. В данном случае, вот Почиталов, это художник Оста, это еще одно художественное объединение, общество станковистов. Или Александр Шипицын, это художник такого молодого поколения, Омахар. Это молодежная группировка Ахра, совсем как бы молодые и радикальные художники, которые только что вот там в 30-м году закончили в Хутеин, высший художественный институт, один из самых как бы центральных художественных заведений, где можно было получить художественное образование профессиональное. Вот Шипицын и его товарищ Ивановский, они вдвоем вместе посещают Кизил. И их работы, как вы видите, ну в корне отличаются от того, что мы видели, например, на предыдущих слайдах. И это доказывает, что в этот период культурной революции, в конце 20-х и даже уже еще в начале 30-х годов, возможно, была ну как бы разная трактовка этих тем. И несмотря на то, что эти вещи нам больше напоминают какие-то такие сюрреалистические или какие-то такие мистические работы, особенно вот у Шипицына это очень сильно ощущается. Мы недавно показывали эту работу на выставке, и многие удивлялись, почему она здесь появляется, потому что от нее вообще какой-то такой, ну не знаю, духовностью, религиозностью, какой-то энергия такая очень заряженная, что это, в общем-то, аллюзии библейские, или какие-то там, не знаю, раннехристианские общины, которые в этих пещерах живут, а вовсе не шахтеры, а чумазые и как бы потные с этими своими отбойными молотками. И, в общем-то, художники, такие как Шипицын и Ивановский, они видят этот мир иначе, и эта трактовка возможна в то время, хотя после уже 32-го, в середине 30-х годов у них судьба складывается совсем отлично от Покоржевского, например, или от Модорова, который мы сегодня увидим. В общем, это такая другая линия, альтернативная линия, и этим, в общем-то, привлекательна культурная революция, в том плане, что здесь нет однозначного сценария, как этот мир должен быть изображен в данном случае, или как он должен развиваться. Есть, ну, какая-то такая дискуссия, полемика, и это очень классно, и этим, наверное, привлекает большое внимание к этому периоду сегодня. Несколько работ Ильи Камбарова, просто для того, чтобы показать вам этого художника, это недавнее наше открытие. Вообще, это скульптор наш, Уральский Свердловский, причем, ну, такой достаточно, как бы, известный, и буквально несколько лет назад у нас мы нашли его коллекцию его рисунков, его домашний архив, который 50 лет там лежал, пылился, и вот наследники решили все-таки это передать в музей, возможно, это будет какая-то ценность художественная. Действительно, там очень много интересных, любопытных предметов. В частности, эти наброски, скетчи очень живые, очень такие подвижные, и пока они не атрибутированы, но я склоняюсь к тому, что это, так как это стройка, очень много похожих мотивов именно строительных, вот таких вот крупных, и даже инструменты, какие-то отдельные детали, да, в общем, это приметы как раз индустриализации первой пятилетки. Вот мы уже сказали, да, с художественной точки зрения, очень интересное время и полемика, но на самом деле не только сами произведения, их новая тематика или их новая трактовка, интересно в этих всех художественных процессах и явлениях, но и то, как организован творческий труд, то, как организована работа внутри этих бригад. И в этом случае, в этом смысле, вообще из-за бригады становятся такой очень важной лабораторией, что ли, всех дискуссий и полемик, которые ведутся на страницах журналов или на каких-то художественных диспутах, дискуссий о так называемом как бы бригадном методе работы. И на том, на чем строится, например, производственное искусство, такое вот как бы продолжение авангардных традиций. И в этом смысле я хотела бы в качестве самого показательного примера обратиться к истории бригады Евгения Львова, которая посетила Урал летом 1931 года. Вот здесь, к сожалению, поздние фотографии у некоторых художников, ну, Львов это, в общем-то, где-то середина 30-х примерно, Топорков это портрет, а у Хвостенко тоже поздние фотографии. Почему мы обращаемся к ним? У них, в общем-то, осталось небольшое свидетельство об их работе, документальное свидетельство. После того, как они проехали со своей экспедиции по Уралу, у них была отчетная итоговая выставка «Гиганты Урала». Тут каталог есть. Одно из первых писем Евгения Львова, которые он отправляет своему другу, товарищу, секретарю Ахара в Москву, Виктору Перельману. И оно важно, ценно, интересно, и то, что меня подкупает в нем, это такая неформальная, непосредственная, ну, как бы лексика. Он пишет своему другу, и, безусловно, здесь нет вот такой официозного налета этих отчетов, которые появляются, например, в журналах, или в газетах, или в каких-то официальных источниках. Здесь все-таки какая-то непосредственная эмоция. И чуть так же это старик, что не поехал в Свердловск. Во-первых, отдохнул бы от организационной суеты, во-вторых, поработал бы на чем хотел. Портрет, производственный интерьер, индустриальный пейзаж, просто пейзаж и столько впечатлений новых, совершенно ошеломляющих, таких, о которых мы в Москве и не имели ни малейшего представления. Стройка, переделывающая лицо земли на ново, новые заводы-гиганты, новые города вокруг них, города-заводы, города-втузы, заводы-комбинаты, рудники железные, медные. Все это можно осмотреть, и везде можно работать, собирать материал. Тут же на месте его обрабатывать, пока в виде лубков и плакатов. Работаем бригадой коммунной. Заработок общий, работа коллективом, руководство политическое, обкомом ВКПБ, а гид массовым отделом. Заводы, например, тебя ангажируют делать плакаты, или делать доски почета оформления. То есть такая, в общем, оформительская, дизайнерская работа. Художники при заводах, что ли. То есть они приезжают, быстро налаживают этот быт. В идеале еще как-то должны местную публику зарядить, чтобы они дальше уже работали сами, какие-то самодеятельные, тут рабочие за кружки и так далее. Но это не всегда удавалось делать, потому что они действительно проводили не так много времени в каждом месте. От двух недель до трех недель. И какой-то еще и за материал сами собирают. Вот то, что пишет Львов. То есть какие-то пейзажи, пишут портреты. Ну все, что им заблагорассудится, или все, что они вместе решат, обсудят, решат, придумают, чем будем заниматься. И после этой быстрой экспедиции, быстрой такой работы, они еще зачастую делали отчетные выставки. Тут же на местах, в неприспособленных зачастую пространствах, там это клуб, например, рабочий, или какой-нибудь, ну там, в лучшем случае, или прямо в цехе, где можно было непосредственно рабочим показать их портреты, например, или показать их завод глазами художников. Возможность была заработать. И они ехали действительно потому, что ну вот надо что-то делать, надо как-то жить. Это фотографии и работы как раз художников, которые вошли в бригаду Львова. Кстати, как формировалось, да, то есть вот пять художников здесь, да, и еще один как бы под вопросом, потому что он вроде как с ними, но не на всей протяжении, не на всей экспедиции был. И три из них были такие уже матерые и опытные художники, и двое новичков. Причем один вообще как бы практически без образования художника. И это было, ну тоже, мне кажется, сознательная такая компоновка в бригаду. Львов занимался в Москве отделом, заведующим выставками, и он собрал себе бригаду, в общем-то, под себя. Я думаю, вот такая была история. Это, опять же, те же самые мотивы, о которых мы уже говорили, но работа этих художников напоминает такой изобразительный репортаж. И этим, конечно, бригада Львова и вообще художники вот этого периода, первой пятилетки, очень интересны. То есть это не только искусство документ, но искусство вот такое, как бы здесь и сейчас. Оно создается тут же и тут же потребляется, если можно так сказать, конечно. Не очень хорошее слово по отношению к искусству. Но вот такое вот коллективное создание искусства и коллективное его восприятие, оно очень характерно и свойственно для этой практики, вот этого бригадного метода. Вообще, в принципе, если говорить о бригадном методе, о таких коллективных подходах к организации творческого труда, то есть скорее характерно для каких-то артелей или для каких-то мастерских. Но в случае с советской историей это было реализовано в мастерских, вот как раз полиграфических, изогизовских. Изогиз — это, не знаю, типография, что ли, или как-то сказать, издательство. И в рамках издательства этот метод очень хорошо лег и очень хорошо был реализован. То есть всем художникам давалась тема. Это, кстати, тоже описанные механизмы, как работает эта коллективная работа. Давайте я тогда засчитаю, чтобы не придумать. Московская мастерская работает по плану редотдела. Каждому рабочему художнику дают тему плакаты и текстовое оформление. Первоначальный замысел и эскиз выполняют самостоятельно. Затем происходит просмотр всех эскизов и изобразительного выражения его. Просмотр уже фактически коллективное творчество. Тему и решение обсуждает весь коллектив совместно со старшим политредактором и представителями редотдела и заведующей мастерской. Утвержденный всем коллективом и редотделом эскиз опять разрабатывают дальше самостоятельно авторы. Ну, то есть, вот, как бы, вроде и вместе, но все равно не уйти от какой-то индивидуальной работы. Другая история, тоже, как бы, в публикациях и статьях этого времени зафиксирована, о том, что труд мастерской разделен на отдельные, как бы, такие направления. Кто-то занимается исключительно разработкой концепции, замыслом, и это, как бы, такая вот у них, ну, как-то разделение труда, как на производстве, на настоящем. Другая команда занимается уже, как бы, реализацией каких-то, подготовкой конкретных каких-то уже эскизов, разработкой этой большой концепции, самой общей. И, например, уже последний этап, это конкретное исполнение. Вот. В данном случае темпы, в которых оказываются художники во время, в условиях стройки, они заставляют их работать по-другому. Темпы строительства заражают и обязывают нас работать, не отставая. И действительно, когда, в общем, ты каждый раз приходишь, и каждый день твоя натура меняется, то есть ты сегодня посмотрел два этажа построили, ну, условно, дома, да, а завтра уже весь цех готов, конечно, художники, что они могут выдать, да, это как раз такой вот репортаж, очень подвижный, очень эскизный и очень живой. И очень много рисунков поэтому возникает здесь, станковых произведений намного меньше, и это, в общем-то, было, забегая вперёд, главной критикой по отношению к художникам, что, ну, ребята, вы должны нам дать большие произведения, станковые, там, не знаю, два на четыре. Ну, как их создать в условиях такой командировки? Только лишь в конце по эскизам, по каким-то наработкам уже в Москве, сидя у себя в мастерской. Но тем и прекрасные, интересные эскизы, что они как раз не являются каким-то вымученным таким уже постпродакшеном, они реальный процесс, который, собственно, художники вместе обсуждают, вместе обсуждают, что они будут рисовать, я уже говорила, да, темы и так далее. Вот. И работы львовской бригады, конечно, это очень хорошо демонстрирует. Вот этот самый изобразительный репортаж, который становится главным орудием для художников в этот период. Это совершенно потрясающая работа львова, отсыпчицы Челябкопи, и вообще, конечно, поражает, насколько тяжелую и трудную работу выполняют в это время девушки. Они вот с этими вагонетками, весь этот технологический процесс, это угольное тоже производство, задокументировано львово, и сегодняшний зритель на выставке, например, у нас, когда видел эти вещи, был поражен. Ну, как бы, да, все знали о равноправии о женщинах на производстве, но это же не война, в конце концов, но это реально как война. Индустриализация была настолько же, как бы, тяжелым таким временем. Да, вот документальность, как бы, мы видим, что это буквально такая, как бы, фотографическая, фотодокумент или документ изобразительный, он наравне. И, кстати говоря, нередко эти рисунки использовались тоже в каких-то публикациях, газетах и так далее. Важной еще задачей вот этой вот, из-за работы для художников, было так называемое, сейчас я вам скажу точно, как называется, художественное оформление компаний по освоению новой техники. Потому что, кроме того, что нужно рассказать о том, как прекрасно индустриализация, и что вообще мы делаем, грандиозно, нужно еще объяснить людям на месте, кто реально работает, как с новыми этими агрегатами, аппаратами с этой новой техникой себя вести. И поэтому художники, в общем-то, здесь становятся очень полезными, они создают плакаты, инструкции, картины. И вот буквально, например, это работа Хвостенко, врубовая машина, мы видим, что здесь, конечно, главное, это врубовая машина и то, как нужно с ней обращаться. И здесь, конечно, вот эта документальность и какая-то реалистичность очень важна. Нужно, конечно, эту врубовую машину изобразить в подробностях. Или экскаватор на вскрышных работах. Это тоже, в общем, такая дань технологической задачи. Вот он, кстати, реальный и тот, который есть. Или вот новые какие-то точильные вот эти вот, не знаю, как токарные станки. Да-да-да. Здесь в подробностях, вот особенно на верхней работе видно в подробностях эти все детали, как подходить к нему, как, значит, там что заряжать, так далее, так далее. Несмотря на то, что это как бы изобразительная продукция, то есть это такая основа для будущего плаката, в котором все как бы схематизируется, все упрощается. Это задание выдается, ну, в данном случае, вот областным этим, ну, агитмассовым сектором. И на предприятиях, да, они уже смотрят это. У Львова в одном из писем, то есть он из вот этой поездки пишет ряд писем. Вот одно мы с вами видели, это одно из первых. А после этого, значит, ну, еще пишет о несколько писем, о том, как проходит их поездка, о там своих отравлениях пищевых и так далее. Но в том числе о том, что они посещают курсы вот этой технической грамотности. То есть наравне с инженерами они осваивают и разбираются, что это за агрегаты, как они реально устроены, чтобы изобразить их, соответственно, достоверно и реалистично. Вот это очень интересный момент, потому что... А, он мне пишет, что вот мы уже... Ну, сейчас, к сожалению, цитаты под рукой нету, но суть в том, что мы уже наравне с инженерами вот все освоили, вообще молодцы, значит, развлекаемся по полной, зря с нами не поехал. Да, ну, такие вот интересные экраны к гирике. Вот. И единственный, к сожалению, пока единственный плакат, который был создан бригадой Ахра, и который, ну, в общем, подписан как бригада Ахра, это из собрания Свердловского областного краеведческого музея. Плакат уже 1932 года, то есть он сделан по следам во всех этих экспедиций и этого сбора материалов. И он посвящен пуску Домны, которая была запущена в январе 1932-го, и художники, значит, Львов и Мадоров, они приехали в Свердловск представлять выставку «Гиганты Уралы», и из Свердловска очень хотели, ну, по крайней мере, в письмах, очень хотели поехать в Магнитогорску, увидеть, наконец-то, вот этот пуск Домны, то есть они все лето провели в Магнитогорске на стройке, и вот через полгода вернулись снова на Урал, и говорят об этом пуске, а плакат, собственно, призывает к тому, чтобы приблизить этот пуск и вовремя его запустить. Любопытно в качестве, как бы, такого тоже свидетельства о том, как художники работали на заводах и в каких условиях они трудились, воспоминания уральского художника Сазонова Николая Сазонова, который также вот после, в конце 20-х присоединяется к этим экспедициям. Суть сводится к тому, что, в общем-то, главной их целью была вот эта вот такая прикладная функция, да, и то, что вот после того, как они сделали там доски почетов, оформления, все это сделали, они еще занимались своим уже, как бы, ну, частным образом уже работами, то есть какими-то этюдиками, какими-то, значит, портретами, все это уже было как бы сверх той задачи, которая была перед ними поставлена, но в итоге сохраняется только вот, конечно, художественная продукция, потому что в музеях остается именно это, а то, что такое вот злободневное, оно, к сожалению, не музифицируется никак. Сохранилась книга отзывов с одной из таких выставок 30-го года в рабочем клубе в Магнитогорске, где, конечно, очень интересные и показательные высказывания, но все они сводятся там, что здорово, что художники описывают и изображают наш мир и так далее, но один любопытный отзыв я хотела бы вам зачитать, потому что он несколько отличается, прошу прощения, от общей массы, в том, что в нем есть критика, вот, и как бы это все пишут рабочие, зачастую малограмотные, то есть с ошибками, но они как бы считают, что почему бы и нет художника покритиковать запросто, это, значит, пишет автор про портреты ударников, настоящая копия ударников товарища Коломница и Глотова. Немножко плохо тем, что художник изобразил товарища Глотова вид сбоку, интересно было бы вообще, если бы художник изображал ударников вид спереди. Картины изображены, исполнены хорошо, процентов на 10 всех видов чувствуется тонкость искусства, но не больше. Картины изображающие гостиницу и ее пределы. Мне кажется, очень далеко виднеются горы по соотношению к самой гостинице, между прочим, расстояние от гостиницы до гор не такое большое, и вот эта одна из картин меня не удовлетворила. В общем, все хорошо. Заканчивается. Критика есть, но конструктивная. Вот тут горы слишком далеко, а вот тут портрет как-то лучше бы. Не спереди. Да, не спереди. И действительно, это такая интересная практика, когда художники могли непосредственно пообщаться вот с этими героями, с новыми героями и со строителями этого нового мира, и стать наравне с ударниками. Вообще, это декларируется в каких-то таких программных текстах о том, что художник сейчас наравне со строителями заводов, точно так же, рисуя картину, он создает новый мир и создает, в общем-то, этот образ, точно так же, как строители строят реальные материальные объекты. И в этом плане командировка, такая вот культпоход становится, ну, соединением, что ли, или объединяющим каким-то местом, точкой сборки и создателей этого художественного образа, и, собственно, их новых героев. Они могут их увидеть, они могут с ними пообщаться, и вот видите, даже какой-то получить фидбэк от их реального вот этого вот зрителя или конечной вот этой вот финальной точки. Здесь просто в качестве тоже такого контекста, фотографии этого времени из газеты, просто реальные архивные фотографии, как выглядели люди, как бы физиономически, да, этого поколения. И, конечно, портрет становится один из определяющих таких жанров в работе этих художников, наравне с изображением завода, изображение человека, который этот завод создает, становится не менее важным и столь же значимым. И в этом смысле в портрете начинают законы тоже, в общем, такого, ну, правдоподобия или какой-то вот такой художественной, такой оправданности образов. Например, для Дливанкина, ну, чудесный художник, потрясающий такой, несколько в неопримитивистической манере создающий работы, но в данном случае для него, конечно, было важно показать, во-первых, национальное разнообразие работников, да. То есть, как бы, это, конечно, вульгарно все так оценивать работу Дливанкина, но, тем не менее, это действительно, как бы, ну, значимые такие установки, с которыми художник работает и решает эти задачи вполне, как бы, конкретные и практичные. Вот, значит, там, не знаю, нужно узбечку изобразить или какую-то, да, девушку-нацменку, которых было масса на строительстве Уралмаша, изобразить новую технику, которая была, как даже, даже для этого времени такой, как бы, экзотикой и невидарью, но нужно было показать, что мы ее используем, и вот она здесь применять, свои фуддинов, это тоже, как бы, нацменшинство, и так далее, и так далее. Или, например, очень важно для художников было в данном случае изобразить обстановку, обстоятельства работы с максимальной, как бы, точностью то, как человек погружен в эту производственную среду, что он является неотъемлемой частью этого процесса, этой, как бы, технологии, этой профессиональной своей принадлежности. Отсюда, кстати, вот появляется тенденция использования в портретах текста, текстовых надписей. В живописи это в меньшей степени свойственно, хотя вот у Нюрнберга здесь тоже есть надпись. Но вот в графических портретах, сейчас еще покажу несколько слайдов, это можно увидеть, где, в общем-то, текст выступает наравне с изображением, потому что он помещается на лицевую сторону очень часто, и где-то даже вообще в центре изображения, то есть он нисколько, отнюдь не вспомогательная какая-то часть, а вполне равнозначная и смыслообразующая часть. Да, здесь вот есть небольшие расшифровки, чтобы было понятно, что там написано, но написано там фамилия, имя, производственный стаж, стаж, там, не знаю, партийная принадлежность, где работал, был ли там участником гражданской войны и так далее, какие премии, какие заслуги, какие рационализаторские предложения. Иногда еще появляется подпись портретируемого, что тоже, как бы, является такой, как бы, ну, верификацией, что ли, да, или каким-то следом, или какой-то вот тоже частью этого образа, этого портрета реального, как бы, человека, его портрет, его биография, и вот, как бы, его жест, его почерк. Об этих портретах можем судить как вот такой трансляции вот этого образа человека коллективного, человека общественного, человека, не просто, как бы, заключенного в свои, там, личные переживания и, там, какие-то частные страсти, но человека, который, в общем-то, является, является прежде всего общественной единицей, и отсюда, в общем-то, выходит на, вперед, не его, как бы, биография, как человека, а биография, как работника, и его, конечно же, достижения, безусловно. А достижения, изобретательские достижения, это вообще такой фетиш, если можно так сказать, этого времени. Вот показательные два портрета изобретателей. Кстати, стоят оба из Златоуста, Макаров и Перетрухин. Обратите внимание, что эти герои изображены в атмосфере или, там, в контексте их, как бы, производственного кабинета или, там, не знаю, реального цеха. Это тоже очень важно, показать человека, не просто оторванного, там, с какой-то биографией, да, но показать человека, это живопись, тут уже можно какой-то контекст вводить, да, показать его, в общем-то, вот, в окружении того, тех вещей, которые он делает, и то, как он их делает. В данном случае, там, чертежи, какие-то атрибуты, значит, чертежные, то, что может пригодиться изобретателю. Причем изобретатель, как вы можете увидеть, это не инженерный изобретатель, это ударник-изобретатель, то есть это такой, как бы, изобретатель снизу, да, то есть вот рабочий, который из простого рабочего, благодаря своей, там, не знаю, ловкости, смекалке, значит, устремленности и усилиям, работе, смог, в общем-то, что-то изобрести, смог что-то предложить какое-то, сделать какой-то прорыв производственный, там, дать 300 замесов или еще что-нибудь, то есть у каждого свое достижение. В данном случае, конечно, важно, что это человек рабочий, и он изобретатель в то же самое время, то есть такая элита пролетарская, да, то есть то, на кого нужно равняться, не на каких-то буржуазных специалистов, инженеров, которые где-то там учились или еще что-то, ну вот, наши простые, значит, ребята могут, умеют, могут. И Перетрухин тоже, вы видите, этот новый человек, которым, кстати говоря, пишут газеты, можно заметки мы находили о его достижениях и так далее, о его мастерстве. Вот этот мастер тоже изображается, что-то они погружены в какие-то свои мысли, устремлены взглядом куда-то к лучшему времену. История с Левочкиным очень интересная. Эта работа на обороте написана к списанию. Меня это заинтриговало. Ну, когда мы ее расконтовали, она была закантована в раму, и вот для выставки, и вообще для наших каталожных дел, ну, конечно, не занимались до этого, как-то недосуг было. В общем, мы ее расконтовали, и там написано к списанию. Вот. И меня это заинтересовало, как бы никаких свидетельств нету, работу не уничтожили, хотя таких работ, я думаю, было не одна она, а какие-то и уничтожили. Но совершенно случайно у Нариньяни, это такой журналист, публицист, который работал в Магнитогорске в эти годы, в его таком публицистическом романе о магнитогорской стройке, об ударниках Магнитогорска, я нашла, в общем-то, эпизод, связанный с Лёвочкиным, который был мастером, и который был, в общем-то, неплохой мужик, бригадир, бетонщиков, и, в общем-то, работал хорошо, но был запойный. Правда, жизнь. Да-да-да-да, и в общем, в какой-то момент он всех подвёл, да, и его разжаловали из бригадиров, и, в общем, было всё как-то у него печально в судьбе, и, возможно, в связи вот с какими-то новыми биографическими обстоятельствами, ему же не стоит так гордиться, и, возможно, подмочив вот эту биографическую свою справку, эту работу решили ликвидировать. Но это, опять же, мои домыслы, как бы в качестве анекдота. Ну вот, не только на заводы ездят художники, но и в колхозы. Это первая коммуна, сельскохозяйственная коммуна с Кнемвар, которая существовала, правда, недолго, с 20-го года до, там, 30-х, и её ударники. Так, вот любопытно просто здесь, один ударник очень звёздный, он часто фигурирует в журнальных и газетных статьях, здесь он появляется в работах разных художников, у Нюринберга и у Ягансона. Но в этом смысле здесь они такие, как бы не совсем типичные, что ли, эти портреты, это потому что они такие студийные, откровенно студийные, особенно вот работа Нюринберга, этот какой-то такой поворот, разворот, да, этот стул, ну, в общем, непроработанный фон, она необычна и нетипична для этой установки. Или вот у Бучков, Бучкин, точнее, тоже разные художники, но как под копирку они написаны, и, возможно, такая практика тоже была, написаны по фотографии даже, потому что вот так вот, чтобы, знаете, выдернуть ударника, такого передовика еще сидеть, его писать продолжительное время не всегда получалось. Вот. И портреты Мироновой, портреты очень странные и выхваченные, как бы, из какого-то странного времени, места. Во-первых, художника о нем известно крайне мало, то есть он такой, как бы, полупрофессиональный художник, работал на первоуральском трубстрое, трубном заводе, но его работы, они удивительны по красоте, как бы, реалистичности, да, вот как бы, как по живописи, но совершенно в каком-то безвоздушном пространстве существует, и, ну, это вот перспектива наших дальнейших исследований, это вот как бы так просто показать вам, что волнует нас. И закончить эту историю о портретах, об ударниках я хотела бы небольшим эпизодом связанным с ударниками Визовского завода. Верхесецкий завод — это завод, который сейчас находится на территории Екатеринбурга, тогда это был Верхесецк и Свердловск, ну, не суть, в общем, это Свердловске. И в тот самый период, когда наши герои в 1931 году были на Урале, бригада электропечей Визовского завода совершила там чрезвычайный прорыв и выдала, значит, какие-то рекордные количества вот этой электростали. Этому были посвящены передовицы, газеты, и, в общем, эти герои, они реально стали такими, ну, очень известными людьми в городе. И художник Модоров, который, или Модоров, который был в это время в Свердловске, он пишет коллективный портрет этих ударников. И это удивительный и редкий образец вот такого коллективного портрета, ну, прежде чем коллективный портрет создавался отдельный, значит, отдельный портрет, как бы подготовительные такие эскизы. И вот, значит, этот коллективный портрет, плакат, не знаю, да, он небольшой на самом деле по исполнению, но очень интересный и какой-то такой необычный по композиции. Здесь можно узнать и какие-то принципы фотомонтажа, компоновки такой совсем разновременной, причем компоновки. Обратите внимание, художник здесь совмещает эпизод производственной сцены, где все эти ударники, все эти участники событий находятся непосредственно у своей машины, у электропечи, следят за выпуском этого металла. И тут же рядом мы видим портрет уже наблюдающих за этим процессом этих же самых героев. И вот они, как на фотографии, какой-нибудь там классной или какой-нибудь коллективной фотографии, собраны в эту группу. То есть это не группа людей, которых застали в определенный момент всех вместе, а это набор отдельных личностей, героев, которые вот так вот совмещаются, компонуются, составляются здесь и набираются бригады. И бригадир, который оказывается вверху. Но современный зритель думает, ну вот как классный руководитель, там директор школы, но а как бы зритель чуть постарше, в общем, у него возникало, ну на выставке мы это проверили, возникала некая иллюзия. То есть с одной стороны это как будто бы какой-то портрет внутри цеха, но мы же привыкли портрет, не знаю, вождей. А здесь на месте вот этого как бы вождя бригадир, что очень-очень интересно и странно, и любопытно, и здесь нету как бы, да, никаких вот этих отсылок. Что непременно дает какой-то руководящий глаз ока Ленина, там Сталина, не знаю, или какого-нибудь Орджоникидзе, в конце концов, или руководителя предприятия, да. А здесь, в общем-то, бригадир, самый главный, царь и бог. По композиции это интересно и нетривиально. И этот коллективный портрет ударников, в общем-то, опять же, суммирует все наши размышления о коллективном человеке, вот этом новом человеке, и о силе вот человека, индивидуальности внутри коллектива. Вот здесь вот цифры, номера, а вот здесь расшифровка, подписи, подписи и фамилии. Указано, кто бригадир, как зовут, и так далее, и так далее. В общем, все они подчеркнуты, как бы конкретная привязка к конкретным ударникам, и что это все-таки такие портретные, не просто типажи, а конкретные портреты. Вот этот с трубкой, Левин, он на самом деле, он был один из лидеров, несмотря на то, что как бы бригадир, это бригадир, но и чем примечательна его фигура, он в 31-м году заслужил такую, как бы, ну, честь, что ли, быть в составе советской делегации ударников, которые за границу выехали, на иностранные предприятия, они в Германию ездили, и в газетах потом публиковались его отчеты, как они, значит, съездили, и что они увидели, что посмотрели, каким опытом там обменялись, и после этого, там, не знаю, в 30-е, 40-е, он тоже был, в общем, таким мэтром у себя на заводе. Вот, и я хотела бы закончить все-таки вот на той ноте, что на самом деле как бы практика коллективной работы, на самом деле-то она, как бы, ну, была развенчана, если уж так по-честному сказать, потому что все эти работы подписаны в данном случае, да, то есть вот то, что как бы художники создают, ну, грубо говоря, изобразительная продукция, не для массовой печати, да, то, что мы видели плакаты, или там какие-то оформительские вещи, непроизводственные такие вещи, как бы в поле искусства, которые находящиеся, они все остаются, остаются индивидуальными, авторскими.